МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так и так, всем привет! И хотел бы сделать небольшое объявление перед началом тестов. Сегодня я хотел бы вам рассказать про одно из приложений, которое поможет вам отлично... Шучу. Нет, на самом деле, вам очень требуется грамотный, сбалансированный турботаз. На следующий наш тест мы будем делать сравнительный тест-драйв в Мечково горячих хэтчбеков. И кто-то мне писал несколько человек, у которых были хорошие 13-е, 12-е именно турбо, именно переднеприводы, на хорошей подвеске, на правильных тормозах, для сравнения, которые утверждают, что они действительно очень быстрые. Поэтому, если у вас есть хороший ТАСС, вы живете так, как будем снимать в Москве или в Подмосковье, пишите, пожалуйста, на почту снизу. Ну, естественно, если у вас есть хороший горячий хэтчбек, то уже милости просим. У нас уже есть Octavia RS, Volkswagen Golf GTI. Вот. Но, вроде бы, пока все. В общем, набираем для сравнительного тест-драйва автомобили. А, сегодня же я хотел бы вам рассказать про BMW 3 серии F30. Мы сегодня будем тестировать этот замечательный, красивый автомобиль, который стоит 3 миллиона 400 тысяч рублей. Когда вот смотришь на комплектации, вроде бы, на базовые цены. Ну, вот, есть, чтобы новую купить такой автомобиль. Но нам примерно нужно около 2 миллионов рублей. Это не важно на механической коробке передачи, не важно, дизельный или бензин. 2 200, 2 300, они уже идут с автоматическими трансмиссиями. А как начинаешь, там, колеса, М-пакет, фары, я не знаю, отделка салонов какими-то синими вставками. В общем, ну, вот, наш автомобиль в М-пакете на 19-х колесах, 3 2 8 или новая, по-новому, 3 30, значит, 245 лошадей. X-Drive полный привод, 3 миллиона 400 тысяч рублей. Ну, это в максимальной комплектации. Если уже вам захочется купить такой же автомобиль, но в этом же кузове, ну, например, 13-го года, то самое интересное, на Автору такие машины начинаются от 900 тысяч рублей. Ссылки на эту комплектацию и на Автору я обязательно размещу внизу под тестом. Сегодня мы полностью протестируем этот автомобиль, я расскажу вам про техническую часть, про внешность. И самое интересное будет в середине теста, когда у нас будет небольшой такой отход от стандартного сценария, поэтому дальше будет интересный такой небольшой сюрприз для любителей BMW. Они вообще очень сильно обрадуются этому сюрпризу. Начиная этот тест, я бы честно хотел признаться о том, что я не особо, не то что не люблю BMW, я от них не фанатею. Поэтому буду говорить не предвзято, и вот как по цифрам, по всем остальным, сухо, но без фанатизма. Значит, особенно как BMW, как она классно смотрится в этом цвете. М-пакет, колеса, смотрите, как вот этот вот знаменитый прищур, который просто все потом в любом там ВК, ну там типа залей в меня полный бак, мы поедем, зачем тебе нужна девушка, значит, у меня есть, у тебя есть я, там и все остальное. Это вот прям цвет замечательный, хороший, в этом цвете она смотрится очень круто, но как-то вот не брутально. То есть вот я бы вот в этом цвете, ну лично мое мнение, точно мы не выбрал, но именно для трешки это хорошо, потому что пока временно я нахожусь в Москве, на них ездят здесь в основном молодежь или девушки, да, то есть в основном это, конечно же, 320-е на автомате, вот, на таких пухлых толстых колесах смотрятся они не очень эффектно. Этот кузов по сравнению с предыдущими стал длиннее, у него увеличилась колесная база, тележка здесь такая же, что и у копейки, у двойки. Платформа у нее, так скажем, маленькая. Следующая BMW будет разрабатываться на платформе пятерки и семерки BMW. Я уже просто могу предположить, что у нее будет и колесная база побольше, она сама будет больше, еще круче. Этот автомобиль на 10% стал жестче, чем предыдущий, соответственно, будет следующий жестче, чем этот. Ну, в общем, это всегда, в общем, гарантия того, что с каждой новой моделью BMW делает все лучшую и лучшую тройку, но, на мой взгляд, лучшая тройка это BMW E36, потому что, ну, она мне нравится внешне, там тросиковая педаль газа, знаете, когда вот эту напольную педаль вдавливаешь и чувствуешь, как шесть цилиндров тебя прям вдавливает педаль. Может, не так быстро, как тут, но она такая какая-то дерзкая, там, и все остальное. Вот для меня все-таки 36-й кузов, он до сих пор остается моей любимой трешкой. Вот. Значит, давайте посмотрим этот автомобиль. Здесь все в фирменном стиле, все хорошо, замечательно. М-колеса. Размерность у нас... Размер 225 на 40, R19. Но, с точки зрения дизайна, автомобиль очень красивый, и когда она только вышла, никто не говорил, это уже не то. Это в классическом дизайне BMW. У нас агрессивная морда, у нас агрессивная задняя часть автомобиля, такой даже здесь есть прищур, фирменный X-Drive, 328. Ну, вы сами понимаете, да, раньше это обозначало объем. Если у нас стояла перед конечной цифрой единичка, это значит 4 цилиндра, если двоечка, значит было 6 цилиндров. Сейчас все поменяло, сейчас все двигатели, ну, это я вам попозже расскажу. Ну, а и, соответственно, обозначает бензин. Значит, что здесь не очень мне нравится, то я бы, конечно, здесь маленький, маленький выхлоп. Он как-то несимметрично смотрится. Можно было сделать, не знаю, по одной, с разных сторон. Ну, не очень эффектно, но BMW это всегда душевно, это всегда весело, это всегда скорость, адреналин. Конечно, фанаты боевые добавляют легенд определенных этому бренду. Поэтому красивый, эффектный внешний автомобиль. Вот, вот, смотрите, ну, поверни, вот, смотрите. 39-й кузов, черная, в М-пакете тоже. Проезжает машина, а хочется повернуть ваше внимание и оператора к ней, чтобы тоже и насладились. Тоже в М-пакете, кстати, машина. Значит, давайте расскажем про этническую часть этого автомобиля. С конструктивной точки зрения это по-прежнему заднеприводный автомобиль. Инженеры все пытались разместить немножечко, ну, за передние чашки. То есть максимально назад мотор с коробкой, чтобы у нас было правильное распределение веса 50 на 50. Под капотом у нас теперь находится основной бензиновый агрегат, то есть который, в принципе, возят все наши замечательные тройки. Это двухлитровый четырехцилиндровый турбодвигатель. У нас твинскролловая турбина. То есть, соответственно, у нее очень широкая полка момента у этого двигателя. И самое главное, полка момента здесь намного шире, чем на дизеле. Это уникальный случай. Они по-разному надуты. Естественно, сейчас есть 320, есть 330. 330 тоже четырехцилиндровая надувная. 245 лошадей. Но это 328. Вот. Топовая тройка осталась. 340, не М. Осталась именно шестицилиндровым надувным двигателем. Там, по-моему, 340 лошадей. Если я не ошибаюсь, если ошибаюсь, то правильную мощность. Напишу снизу. Значит, у нас волеватроник на впуске, фазовращатели. Твинскролловая турбина. Соответственно, у нас надувной мотор, но с широкой полкой. Соответственно, он тянет так же, как многоцилиндровый мотор. Раньше ему очень было легко все замечательно распределять. Было шесть цилиндров. Они вот так вот этот вес размещали. И у них развесовка была уже намного проще. Здесь уже четыре цилиндра. Но мотор очень моментный, хороший. Его чипует до каких-то нереальных цифр. То есть, очень просто. Как, например, раньше делали. То есть, 323, 328. То есть, простой чип. И у вас, соответственно, автомобиль становился 328. По, значит, у нас есть шестиступенчатая механика. Либо восьмиступенчатый автомат. ЗФ. Все замечательно, хорошо. Достаточно скорострельный. По приводу у нас есть либо задний привод, либо полный привод X-Drive. Муфта, которая передает момент на передние колеса. Соответственно, у нас больше распределение в сторону задней оси. Передок у нас Макферсон. Сзади нагречажная подвеска. Этот агрегат можно сравнивать так же, например, с двухлитровым мотором на Ауди. Вот. Он тоже на фазовращателях, 2 литра, турбо. Очень моментный. В общем, я бы, если вы будете смотреть трешку, либо на вторичке, либо новую, все-таки программовал. Именно взять 320 и просто перепрошить до 330 или до 328, как она раньше была до рестайлинга. У вас будет те же 245-255 лошадей. Она будет очень хорошо ехать. Автомат будет держать. Поэтому, ну, сейчас, конечно, вот такую машину за 3400, за 3,5 покупают, наверное. Это, мне кажется, не основные продажи тройки. Все берут в минималки. Вот. И потом перепрошивают. Вообще, мне кажется, была бы очень интересная и веселая конфигурация. Это 320 на автомате, прошитая 328. У вас было бы классически интересный заднеприводный автомобиль, который может ездить классно боком. Ну, в общем, на вкус и цвет. Но вот я видел, как ездят дизельные автомобили, то шумноват мотор. Реально шумно. Но говорят, они едят около 5-6 литров по городу. Что, в принципе, очень хороший показатель. Закрываем капот. Все. Но красивая. Вот что ты с ней не сделаешь. Какой бы ты цвет ее не украсил. Какой бы ты обвес не одел. Вот эти вот. Магическое сочетание вот этих двух решеток и двух вар все-таки делает. И начинает на тебя оборачиваться молодежь, девушки. То есть, это вот эта вот магическая тема. Она притягивает всех. Тебя сразу аудиоводы начинают не любить. Захотят с тобой как бы обязательно стоять на светофоре. И чуваки на мерседесах сразу думают, что я не тот чувак, который гоняется, езжу спокойно. The best of nothing. Мерседес. Там реклама с курицами. Но, тем не менее, на тебя в любом случае обращают внимание. И неважно, бэушная она, не бэушная. Все равно, ну, бренд. Что тут сказать. Вариантов других нет. Давайте посмотрим салон. Значит, по салону. Опять же, если мы говорим про салон автомобиля за 3 миллиона 400 тысяч рублей. То, по факту, у нас здесь все хорошо. То есть, только руль мы регулируем механически по вылету, по углу наклона. Очень правильный у нас М-руль. Трехспитовый. Шикарный, пухлый, такой удобный. Музыка, хармон, кордон. Все хорошо. Но, вот, ощущение все-таки пластика, оно немножечко портит. Потому что, ну, вот, что это такое? Вот, просто кусок синего пластика, на котором, знаете, вот, дети, вот, мелками на которых рисуют. Это какое-то там название, блу какое-то, значит, что-то какое-то. Это реально опция, да. Потом, вот, ну, вот это вот, явно базовое в дизельных 320-х за 2 миллиона есть. Удобное сидение из Алькантары. Все хорошо. Здесь строчка синяя. Черный верх. Ну, все хорошо, но не 3400. Потому что, если мы возьмем автомобиль классом выше, то да. Поэтому это максимальная комплектация, все хорошо, но не 3400. Заводим автомобиль. Значит, сразу же хочу сказать, что интересуется расходом этого автомобиля 14 литров. Полный привод по городу, по московским пробкам. Прям не сильные пробки, но вот 14 литров стабильно. Значит, у нас очень правильно расположено, ну, сразу вот, правильная посадка, руль в центре. Лепестки расположены именно на руле, чтобы мы могли в повороте повышать, понижать передачу, а не вот как-то вот сбоку от него. Очень удобный джойстик, к которому быстро привыкаешь. То есть, камера заднего вида автоматически, если вы посмотрите. Вот. Но все пластмассовое, пластиковое, калькуляторное, такой, знаете, вот, как на Тетрисах, дисплей климата. Вот. Значит, если мы зайдем в меню, здесь мы сразу же выходим на настройки автомобиля. Здесь все понятно. Я думаю, тут мультимедиа, радио, телефон, навигация, информация об автомобиле. Мы можем зайти, бортовой компьютер. Вот есть режим спортивные приборы. Вот, обратите внимание. Здесь у нас мощность и крутящий момент. Ну, сами понимаете, 2 литра красиво звучать не будут, поэтому я думаю, что... Ну, может быть, меня сейчас... Поймите правильно, пожалуйста, фанатам BMW, но мне кажется, из колонок немножечко добавляют они здесь звучание. Хотя я могу ошибаться. Значит, дальше. Очень-очень удобная система. Мне кажется, у BMW iDrive это самая удобная мультимедиа, которая вот, ну, из новых, которая очень приятно пользуется. Все понятно. Значит, телефон, навигация у нас есть. Вот. Значит, у нас информация автомобиль. Выходим в бортовой компьютер, смотрим. Вот, 14.1. Вот. Скорость у меня, видите, очень высокая. А 14.1 это средняя скорость. Ну, вот, в принципе, все. Хорошие сидушки удобные. Но вот уже чувствуется, что вот скоро выходит новая тройка. У конкурентов у нас уже более современные салоны. Ну, об этом чуть позже. Значит, в центре у нас все классические приборы BMW. Тахометр, спидометр. Не перегружено все. Температура за бортом. Средний расход вы можете менять по джойстику здесь сбоку. Также у нас есть несколько режимов. То есть, это Eco Pro. Прямо здесь вот он выходит. Это мега какой-то суперэкономичный режим, который вообще никак не влияет на... Я пробовал на расход. То есть, если ты ишь спокойно, неважно. Вот и VES, в спорте и все остальное. Это, в принципе, на расход никак не влияет. Вот. Самое интересное, что в режиме Sport Plus есть такая опция здесь. Отключается полностью система стабилизации. Вот есть Sport, а есть Sport Plus. Это когда вы, например, вдруг решите выехать на спортивный трек. И тут сразу же DSC выключено. Ну, чтобы, наверное, эффектно ездить боком. Даже на полном приводе. Попробую сесть назад. Ну, это так, просто ради эксперимента. Вот сажусь сам за собой. Ну, вот место впритык. Не думаю, что такие автомобили покупают как единственное в семье. Либо, может быть, это вторая машина жены. Я так думаю. А муж едет на каком-то большом. Либо молодые холостяки. Или незамужние девушки. Вот. Подстаканники. Ну, тут везде Алькантара. Уже подкупает меня. А тут Алькантара. И сейчас синяя строчка. Это просто вдвойне возбуждает мой интерес. Очень интересная комбинация. Тут некая тоже строчка. Какие-то сотые. Но это уже на усмотрение дизайнеров. Не буду об этом спорить. Очень правильно распределены дефлекторы. О которых я говорю в каждом автомобиле. В принципе, замечательная вещь. Всегда поток направлен туда, куда надо. И ты сам можешь регулировать. А он не дует. Из-под сидений непонятно куда. Вот. Но места мало. Естественно, к сожалению. Ну, места мало у всех. И у А4, и у Цэшки, и у Лексуса АСов. Это закон класса этих автомобилей. Итак. Ну, багажник здесь небольшой. Небольшие ящички. Вторая ниша здесь у нас. Вот. Так. Сидения мы откидывать можем прямо отсюда. То есть, вот здесь есть фиксатор. Причем они откидываются вне зависимости от положения сидения переднего водителя. Не переднего водителя. Есть, конечно, еще и задний водитель. Но у меня часто такое бывает. Оговорки такие, знаете. Передний водитель, задний водитель. Задние фары. Но. Бывает. Так. Ну что, я надеюсь, наверное, уже все хорошо. Все сняли. Все понятно. Красивый, классный, молодежно-агрессивный автомобиль. Мне кажется, многие о таком мечтают. Особенно студенты. Такая, чтобы она стильненькая, классная, синенькая. Пластмаски вот эти были разноцветные. Все шикарно. Все замечательно. Кроме 3 400. Поехали. Так, садимся за руль. В R. Переводим. И аккуратненько назад. И когда ты начинаешь даже выворачивать, ты просто вот руль отпускаешь и начинаешь чувствовать работу вот этой фирменной рейки BMW. с переменной рейки BMW с электроусилителем. Как никакой другой BMW удается четко, именно, на мой взгляд, рулевым усилием подчеркнуть ноль. И вот это чувство какого-то драйва, может быть, или что-то чего, оно делает поведение автомобиля, рулежку этого автомобиля фирменным. Это можно почувствовать только поездив на этом автомобиле, а некоторые вот рассуждают. Вот нужно ли быть техническим каким-то экспертом, чтобы понять, значит, автомобиль. Почему так, например, BMW некоторые заморачиваются над вот этой вот рейкой, чтобы с переменным шагом, чтобы вот именно вот ноль чувствовался вот так тут интересно, не так, как у других. Как будто ты вот просто можешь с закрытыми глазами понять, в каком положении у тебя руль сейчас находится. Стоит ли вот для каких-то мелочей... Не все ведь это как бы понимают, за счет чего это происходит. Но даже люди, не понимающие, вот они садятся, проедут, например, на этом и на другом автомобиле. Они скажут, вот этот мне почему-то нравится. Он как-то рулится классно. Ты у него спросишь, как он рулится. Он скажет, не знаю, не понимаю, но вот он рулится, бэха рулится, вот есть выражение, валит. Может быть она будет, у него мотор другой, как бы, менее мощный, но вот она рулится. За счет того, что вот инженеры над этой фишечкой работали, настраивали этот рулевой, эту рейку, этот электроусититель, именно чтобы подчеркнуть вот эту вот... Определенная особенность. Поэтому вот такой вот получается... Некоторые не понимают, что им нравится, но им нравится. И не все технические эксперты, да, вы можете посмотреть, лучше там цену опустить, еще что-то. Но вот эта фишечка, она обязательно должна быть. Следующее. В отличие от старых BMW, на E36, если мы садились, например, в 2.5 на механике, в хорошем состоянии, у нас тросиковый привод, газа, ты не мог на ней спокойно ездить, у тебя все время было ощущение драйва, классной тачки, отбалансированной, которая тебя провоцирует. То есть, то выражение меня провоцирует. Потому что ты чувствуешь работу всех шестицилиндров и на КПП, и на педали тормоза, и на педали газа, везде. Она прям звенела, каждые свои частички, везде. Здесь ты садишься, эта тачка быстрее, она лучше тормозит, поворачивает все, что угодно. Она легче, круче, быстрее, даже сейчас этот дизельный 2 литра объедет, 3.25. Но суть не в этом. Эта машина у тебя уже позволяет. Да, если ты хочешь ездить так же, как на BMW, вот не так же, как мы сейчас, вот, включи Эко-Про. То есть, ты не будешь ездить, как на BMW, ты ездишь, будешь в обычном режиме, как на Chevrolet Cruze, как на Ford Focus. Спокойно, шумоизоляция работает, все хорошо. Шумоизоляция, кстати, здесь не очень. Особенно это чувствуется на 19-х колесах, широкой резиной. Вот мы сейчас едем вот по дороге, по плохой, за вот этой вот убирательной машиной. Убирательная машина, гениальное выражение. И чувствуем каждый камушек, который нам бьет по подкрылкам. Спокойно. У нас педаль газа не как у BMW. Рулевое управление тоже немножечко задемпфировано. Передачи переключаются. Все. Ты едешь на Toyota Camry, на Nissan Tiana, неважно на чем, на спокойном, комфортном автомобиле. Но стоит нам перевести. Вот. У нас сразу же появляется звук. У нас быстрое переключение. Она начинает агрессивно переключать. Тормоза идеальные. Они классные. Очень классная. Причем сделана педаль тормоза. Мы можем правильно дозировать тормозное усилие. И тут уже появляется вот то самое фирменное, которое было во всех тачках. В 92-м кузове. Ты чувствуешь, что у тебя х** сзади мощно. С учетом того, что у тебя все спереди. Ну вот здесь. Ты чувствуешь, что сзади мощно. И у тебя легкая морда. Вот это тоже. Это по BMW. То есть вот ты вдавливаешь. У тебя сзади херачат. А у тебя классный легкий руль. И ты чувствуешь себя просто повелителем вселенной. И ты опять же чувствуешь. Ты понимаешь, что ты можешь чувствовать BMW. Вот она. И здесь опять же у нас тот самый легкий чувствительный ноль тоже играет свою роль. Потому что нам кажется, что мы едем в стиле BMW. Мы едем агрессивно. Вот все едут просто спокойно по МКАДу. Мы едем на BMW. И вот эта тема нас нравится. Мы чувствуем BMW. Мы даже... Некоторые даже не понимают, почему мы можем... Как бы вот... Что... Отчего мы тащимся. Но они *** чувствуют BMW. Понимаете? Вот она фишка. Мы чувствуем габариты. Мы чувствуем все. И мы как будто в ней родились. Что-то какая-то реклама, да, получается? Нет? Ну, действительно, так и есть. Мотор... Крутится до 6,5. И вот обратите внимание, как он едет. Сейчас, если это будет видно... Именно тяга. И посмотрите на стрелке набора скорости. Вот я сейчас торможу. Да не надо переключаться. И вот... Нет, не понимает машину, что я хочу сделать. Вот 6-ая передача. Ускорение. Седьмая передача. Седьмая передача. Попрошу обратить внимание. И пошел. 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 Все. Турбомотор едет. Четыре цилиндра. Набор скорости. Вы понимаете, о чем я говорил? Почему это круче, чем дизель? Дизель так не сможет. Опять же, фирменная фишка. В седьмой передача едем. Все это время на седьмой передаче. Вот. В поворот. Стоп. Нормально. И так, значит, выезжая на более-менее свободную дорогу. И начинаем ехать в спорт режиме. И тут мы чувствуем себя богами. Мы просто контролируем скорость. Какая же ты трешка. Реально не придраться. Любой слабохарактерный сопляжуй, садясь за руль этого автомобиля, скажет, что это лучшая тачка на земле. И она просто превратит тебя в раба BMW. Ты будешь ходить в кепках BMW, в трусах BMW. Все у тебя будет на везде. На чашке с чаем BMW. Ты просто будешь какой-нибудь, не знаю, там, BMW состоять в членстве в BMW-клубе. И все вот. Все. Вот. Она просто покорила. Какие четкие приключения. Смотрите, держат вот 6 тысяча, 5,5-6. И ускорей. Какие переключения. Это просто вообще. Молниеносные. Прям как на роботе. На понижение. Ну а что? Очень хороший городской наказыватель. Очень хороший, я бы сказал. И мы смотрим. Она идеально прописывает дугу. Идеально. Вот если бы не этот пассат. Вот, наверное, есть лоджик, который хочет. Боку мы, наверное, и не выставим. Шикарно. Это такой городской наказыватель, который, в принципе, может навязать борьбу в потоке любому автомобилю. То есть, любую, там, неважно, Cayenne, X5-7. То есть, он очень отбалансированный. Очень правильно сделан. Быстрая коробка, молниеносная реакция. Не знаю, я поражен вот этим автомобилем. Я от него в восторге. И даже не к чему придраться. И все бы было бы хорошо. И можно восторгаться весь этот тест этим автомобилем замечательным. Классный полный привод, быстрый автомат, двигатель. Всего 2 литра, как едет. И все классно. Дизайн, салон. Но этот тест превратился бы в сплошную рекламу BMW. Если бы не одно но. Если бы не конкуренты. А сегодня я очень рад дождю. Сегодня я очень рад. То, что мы находимся на гоночном треке в Мечково. И, как вы думаете, с кем можно сравнить этот автомобиль? Какой еще полный привод может дать бой X-Drive? Какой еще 2-литровый мотор может дать бой BMW? Смотрите, что у меня есть. Ну, на самом деле, да простят меня владельцы BMW, но я хочу представить главного подбадривателя BMW и убийцу баварских моторов и наказыватель полного привода X-Drive. Итак, про конкурента. Audi A4 2016 года выпуска 3600. Максимальная комплектация в S-Line 2 литра 249 лошадей. Тоже, естественно, 4 цилиндра. Турбонаддув. S-Tronic робот и полный привод Quattro. Если мы визуально посмотрим на эти два автомобиля, то очевидно, что на Audi смотрится не так она эффектно, потому что на ней установлен пакет для плохих дорог и она немножечко повыше. Если мы сравним по габаритам эти два автомобиля, то Audi длиннее, чем BMW 3 серии и шире. Но если рассматривать Audi без именно пакета для плохих дорог, то она теоретически ниже, но вот сейчас она выше. Итак, ну на самом деле подробно про этот автомобиль я уже рассказывал в одном из моих тестов, поэтому если вам интересно, вот вам, пожалуйста, видео там, где я рассказываю про кнопочки, про все остальное. Сейчас нас интересует прежде всего, конечно же, рулежка и сочетание. Что же лучше? 2 литра турбо X-Drive, автоматическая коробка передач, или 2 литра турбо Quattro S-Tronic. И, пожалуй, ну что я могу сказать перед этим? Я думаю, что здесь у нас будет 100% победитель, потому что мы будем делать сравнение на разгон, мы будем делать сравнение, ну, на правильную работу полного привода и на лучшее время на нашем импровизированном треке. Поэтому говорить о внешности, что красивее, Audi лучше или BMW, ну, тут много споров. Конечно, я употребляю много таких громких выражений, как убийца там, баварских моторов, наказыватель полного привода, но это для того, чтобы некую какую-то вот ауру соперничества. Потому что я теоретически являюсь, ну, мое сердце здесь лежит в сторону Audi, потому что, ну, как бы вот они немножечко нагоняют. И, в принципе, если вы посмотрите, третья серия и А4 никогда не выходили в одно и то же время. То есть сначала выходит BMW, она круче, чем предыдущее поколение А4, потом выходит А4, которая по всем параметрам лучше трешки. Да, вы можете сказать, что эта трешка немножечко постарше и грызет новое поколение, но так как всегда кто-то лучше, кто-то хуже, сравниваем то, что у нас есть. Попрошу обратить внимание на самые брутальные в тесте цвета. Но, если честно, хоть я и люблю Audi, но надо признать, что вот именно, на мой взгляд, в М-пакете на этих колесах более низкая BMW смотрится реально эффектней. В S-Line Audi с пакетом для российских дорог смотрится, ну, по-гражданскому. Ну, ну не 3 600. Ну, давайте как бы не будем себя обманывать, все-таки, когда автомобиль высокий, ну вот S-Line немножечко не смотрится. Итак, ну что, давайте посмотрим салон, основные отличия от BMW. Так, ну, садимся в салон и сразу понимаем, что по салону A4, на мой взгляд, намного лучше. Потому что, ну, видно, что машина новее. У нас полностью электронная панель, огромный дисплей, в принципе, он тоже есть в троечке, но он намного информативнее. И графика просто современней. Правильные кнопочки климат-контроля, все светится, все в одном едином стиле. Нет разных цифр. То есть, дизайн цифр, цвета соблюдены очень правильно. А когда ты начинаешь перелистывать вот эту вот главную панель, вот посмотрите. Когда у нас появляется, например, навигация, ну вот, это просто, ну, лопатки всех кладет. Причем она со спутником, ну, круто. То есть, на мой взгляд, по салону Audi, конечно же, намного круче, но новая машина практически борется против старой. По сидениям здесь у нас тоже Alcantara, только у нас Alcantara сбоку. По большому счету можно сказать, что в моем тесте победит тот автомобиль, в котором больше Alcantara. Но это не так, поэтому будем объективно на это смотреть. Черный потолок, все хорошо, климат-контроль. Правда, нет вентиляции сидений, но везде у нас атрибутика S-Line, тоже, так скажем, спортивный руль. Такой же, как в нашей трешке. То есть, у нас очень удачное сочетание, у нас схожие комплектации. И по цене это практически максимально для этого кузова. И, в принципе, визуально. Они обе смотрятся очень гламурно. Но по салону надо отдать должное. Ауди просто кладет BMW на лопатки. Новый стиль, новые технологии, без вариантов, к сожалению, для BMW. Итак, естественно, мне нужен второй водитель. А второй водитель у нас будет... Здравствуйте, Александр. Привет, Антон. Александр Потапов. Неоднократный чемпион по кольцевым гонкам. И который вдоль и поперек знает наши треки. Он знает, что такое быстрая езда. Что такое быстрая езда в предельных режимах. Мы с ним проехали шелковый путь. Поэтому, ну, Александр, право выбора автомобилей за тобой. Мы до этого не договаривались, куда на чем он поедет. Значит, у нас следующий будет эксперимент. Сначала тупой, тупое ускорение по прямой на 402 метра. А потом мы будем проходить на время круг. Каждый попробует на BMW и на Audi. Отлично. Я думаю, что я попробую по старинке все-таки BMW. Не потому, что мне этот цвет больше нравится. Хотя красный, в принципе, тоже интересный. Кто-то подбирал световидную специально. Вот. На мой взгляд, BMW это все-таки более классический привод. То есть они из заднего сделали полный Audi. Всегда свалилась с моей системой Quattro, которая еще в 82-м году. Просто всех рвали на ралли в группу B. Ну, это тот чемпионат, который запретили потом. Да, потому что он слишком был опасен. Много людей погибло. И действительно, раэльные автомобили по 600 ушлиных сил, они, в принципе, опасны. Поэтому поехали. Давай. На счет 3 едем без лаунча. Погоди. Так, у нас по нулям. Спорт режим без лаунча. Давай. Чуть тупит на старте. Ну, все, пока. Неплохо. То есть сочетание S-Tronic с турбомотором. Но, правда, автомобиль, по-моему, мощнее на 5 лошадей. Но если посмотреть по данным, по паспортам данным, Audi немножечко и тяжелее. То есть без двух педалей Audi показал 6 секунд. И BMW трешка показала 6,8, что, в принципе, по-моему, близко к заводским результатам. Да. Короче, ты пока езжай, но мне надо просто замерить, сколько Audi с лаунча едет. Это реально интересно, потому что она точно из 6 выйдет. Итак, пробуем идти на рекорд на Audi. Едем с лаунча. Есть C-OFF. Все хорошо, все правильно. S-режим включен. Для рекорда давайте мы его включим. Так. Кнопки, это, конечно, ужас. Офф. Так. Итак, пробуем. С двух педалей именно. Сто. Пять. Что за звук тормозов ужасный? Пять и шесть. До ста, поэтому... Ну, что я могу сказать? Быстрее на четыре десятых. Неплохо. Попробуем в другую сторону. Под горку. Под горку 5,8. Ну, в принципе, неплохо. Ооо, тормоза у нас уже пришли. В общем, тест на торможение. Пробуем. Давай, давай, выравнивайся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На самом деле, правильно было бы сказать, не важно, какая скорость, главное ехать ровно. С отметки 150, мы начинаем тормозить. Вот скорость 70. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И... РАНФОЭД. Вот РАНФОЭД мне поэтому не нравится. У себя я его снял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, 2.0 в Ауди, ну, исходя из нашего теста, конечно, если автомобили возьмут суперпрофессионалы, возможно, они получат другие результаты, или многие будут говорить о том, что вам надо было поставить одинаковую резину. Но вот на этой резине, то есть, это та резина, которая стоит на автосалонах, на машинах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А4 пока быстрее и эффективнее тормозит. Ну, я думаю, что третье испытание – это быстрое прохождение круга. А самое главное, что хорошо, несмотря на то, что мы сегодня мокрые, мы действительно можем посмотреть, как будет себя вести полный привод. Потому что ты мастер закидывать автомобиль, я знаю, как бы в разные... В разные места, да, и поэтому мы попробуем проехать... Ну, ради объективности давай ты пройдешь и на Ауди, и на БМВ, а потом я пройду это, сделаю, и посмотрим времена. Только я круг не знаю, к сожалению, поэтому давай говори. Александр, вот ты мне скажи, чтобы не попытаться удержаться за тобой на этой трассе неизвестной конфигурации, вот мне стоит отключать ESP или нет? Ты как едешь? Я все отключаю. Ты все отключаешь? Короче, я как непрофессиональный гонщик, я думаю, что я включу. Систему стабилизации, ну, как, чтобы не убиться. Да, и сейчас на мой третий сигнал я попробую за тобой удержаться. Выходим на траекторию Александра. Ах, его носит, как, ах, Александр! Мы более корректно выходим из поворота. Но он грязно едет. За счет полного торможения пытаемся... Правильно, он проходит траекторию Японии, правильно. Но меня система душит. Система стабилизации включена. Ауди хочет всеми четырьмя уложиться. С тормозами что-то не то. Давай еще раз. Я почти выключил, но я включу систему стабилизации в спорт режим. Второй круг я уже... Вот тут уже... Данесло. Семь и четырьмя наружу. Ну, Александр, здесь быстрее меня, как бы, сложно. Итак, первый автомобиль Ауди. Едем в режиме динамик. Система стабилизации у нас в спорт. То есть она выключена не полностью, а частично. То есть в крайнем положении, когда машина уже начинает вертеть, она все равно выровняет, но дает некую, может быть, возможность для такого небольшого контролируемого заноса. Итак. Первый поворот. Еду в режиме S. Газ-пол. Легко закидываем морду чуть раньше в Апекс. И проходим. Чуть-чуть наехали на пореблик, но ничего страшного. В Ауди не чувствую эту скорость, и можно сделать вот это. Я неправильно прихватил. Нет, некоторые ошибки. Как бы недооценить скорость вхождения в поворот. Вот кажется, сейчас можно уже остановиться, но нет. Абс. Аккуратно. Здесь на выходе. Ну, неплохой руль. Очень легко рулится. То есть этой машиной легко здесь управлять. Соответственно, гонщиком себя может почувствовать здесь каждый. Реально каждый. Легкая коробка, легкие педальки, очень... И все легко, кажется. Нет ощущения борьбы с автомобилем. Отдормаживаемся. На повороте разворачиваемся. И газ-пол. S-троник, конечно, здесь себя показывает с лучшей стороны. Ну, это 58,7 по которому. Пускаем небольшой занос. И газ на входе. И жопа у нас очень хорошо подруливает. Очень хорошо подруливает. Жопа очень... Ярко выраженный заднеприводный характер у Квадро. Тут пробуем газ, 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 газ. Газ, система стабилизации чуть-чуть гасит. Дормозим, почти в пол разворачиваемся. И пошли. 57,6. Третий круг чуть-чуть гасит. И давай, под ускорение пошли. Самое главное в этом автомобиле знать, как правильно работать газом. То есть, в любом случае, если вы до Апекса будете сжать газ, она будет идти наружу. Всегда причем. И тут тормозим. Тут не очень удобный, не гоночный поворот, но тем не менее. Смотрим следующий результат. 56,9. Итак, садимся в BMW. Едем в режиме спорт. Ну, могу что вам сказать. В BMW, именно в этой трешке, ощущение драйва намного больше. У нас более пухлый руль. Сейчас минуту 18 круг. Попробуем выехать. Газ в пол. И звук просто. И ощущение, что здесь быстрее переключается передача за счет... Они, по-моему, резче переключаются. Но тормоза вообще уже... Не знаю, тормоза хуже. Двигатель по звуку создается впечатление, что намного быстрее машины, чем она есть на самом деле. Тормоза хуже на BMW. Вообще не понимаю, сейчас после Ауди эту машину. Но... Рывки при переключении... Не нравится, как работает система стерилизации здесь. Вот... Такого я не мог. Теперь я прекрасно понимаю, почему владельцы Ауди любят владельцев BMW. или говорят что не то а владельцы BMW не понимают владельцев ауди потому что если после быстрой ауди пересесть на BMW ты просто не можешь понять как на ней быстро ездить и то же самое наоборот у них совершенно одинаковая конфигурация не понимаю блин, и у нас производитель вырыгался почему-то вот BMW например легче заправить в этот поворот чем ауди но я думаю что здесь заслуга системы стабилизации на BMW чуть раньше торможу потому что тормоза обратите внимание как я руливаю по другому наоборот давай, ну почему-то тупит 54.8 54.8 пока рекорд того круга на который это быстрее ауди или я скатался но здесь коробка переключается по ощущениям быстрее теоретически это может быть может быть это из-за того что звук прерывается или еще что-то так резко и вот тут ускорение пожалуйста вот здесь там нужны секунды 54.9 54.9 или я скатался но BMW действительно быстрее давай рекорд 54.0 а Продолжение следует... 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 Поэтому с точки зрения удовольствия... А, еще мне в Audi не нравится роль. Ну, это уже личные твои вещи. Мотор, да, конечно, интегровидность у Audi лучше. Да и коробка теоретически переключается быстрее, но в BMW ощущение от того, что этот звук прекращается, ощущение рывков и всего остального как бы больше. Поэтому я так думаю, что с набором потребительских функций качества автомобиля на каждый день, на бумаге, выигрывает Audi. А если мы говорим про driver's car, то есть это классическое название BMW, то фан и удовольствие за рулем на гоночном треке вы получите больше от трешки BMW. Как бы мне это не прискорбно было об этом говорить, но, к сожалению... Но зато вы можете унижать владельцев BMW на свитогор. Тоже замечательная вещь, тем более каждый день вы не ездите на трек, да, то есть поэтому здесь все замечательно. Все, спасибо вам большое за внимание. Я думаю, что на этом треке мы будем испытывать еще больше интересных спортивных автомобилей. Особенно зимой это будет интересно, потому что здесь такая будет хорошая снежная дорожка. Спасибо большое Александру за то, что сегодня... Прикрывал камеру за Антон. Да, да, да. И действительно показал, чем отличается по вождению профессиональный гонщик-пилот от обычного водителя, который думает, что он быстро ездит. Понимаешь? Потому что ты ровно в одинаковых условиях с такого короткого отрезка привез мне 2 секунды в среднем с круга. Поэтому, ну я честно, я вот... Прошу.